Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Иванов Дмитрий Николаевич. Я преподаватель Академической гимназии СПБГУ. И сегодняшнее занятие, посвященное внутренней политике Екатерины II, женщины, которая правила Российской империи на протяжении чуть более трех десятков лет, с вами проведу я. Что, наверное, следует сказать в начале, это то, что 18 век у нас, в принципе, если вы, наверное, заметили по прошлым занятиям, можно условно назвать веком победившего феминизма в России, потому что из примерно 100 лет, условно говоря, получается, что порядка 60 страной управляли дамы. Ну, даже больше получается. 10 лет Анны Иоанновны, 20 лет Елизавета Петровна, и, соответственно, больше 30 Екатерины. Это не считая Екатерины I. Таким образом, в XVIII веке страной в основном управляли женщины. А если долго управляли, то кроме Петра только женщины получали. Соответственно, мы получили довольно любопытный опыт, на протяжении которого Российская империя, из империи во многом чисто номинальной, хотя, конечно, успехи Петра были колоссальны, сумела не только сохранить, но и многократно подтвердить и приумножить свой статус не просто крупной и сильной, но и мировой державы в самом полном смысле этого слова. Ну, о статусе России как мировой державы придется поговорить в следующее занятие, а сегодняшнее посвящено у нас внутренней политике. Соответственно, перед вами несколько книг или источников, которые при наличии желания можно почитать дополнительно. Обращаю ваше внимание, что Пушкин у нас тут фигурирует в двух качествах, и как автор художественной литературы, и как историк. И это, в общем-то, не случайность. Его исследование Пугачева действительно весьма высоко оценится теми, кто профессионально занимается этой темой, учитывая, что у него была возможность беседовать с людьми, которые, в общем-то, еще застали сами эти события. А в силу специфики темы и сохранившегося у нас общественно-политического строя, официальная историография, в общем-то, проблеме Пугачева и Пугачевского бунта большого внимания, как вы догадываетесь, не уделяла. Что касается популярной литературы, ну, Пикуля в целом можно читать, он хорошо и легко пишет, ну, понятно, что надо, конечно, делать поправку на то, что это все-таки популярная литература, и на, конечно, определенную личность автора. Но, тем не менее, именно как такое приятное и небесполезное с точки зрения исторической канвы чтения, мы на него можем рассчитывать. Ну, а теперь, собственно говоря, к делу. Значит, Екатерина II или София Августа Фредерико Ангольцербская, принцесса из небольшого немецкого княжества, выданная замуж по расчету, как тогда, в общем-то, как в большинстве своем и происходило венциносных семьях, в браке, увы, была несчастлива. Ну, собственно говоря, с мужем они друг друга не любили, едва выносили. По слухам, к появлению Павла Петровича непосредственно приложила руку Елизавета Петровна, которая проконтролировала выполнение супругами их супружеских обязанностей и, собственно, целевой задачей, ради которой их брак заключался, ради продолжения царствующего рода. И, собственно говоря, помимо этого, особой душевной теплоты между супругами не наблюдалось. В связи с чем судьба Екатерины Алексеевны, а в дальнейшем и императрицы Екатерины Второй представала в достаточно безрадостной форме. Женщины у нас, если они не правили непосредственно, как правило, публичными делами не занимались и, в общем-то говоря, их пределами, скажем так, сфер деятельности было присутствие на балах. Что, понятное дело, Екатерину Алексеевну, как человека энергичного, умного, стремящегося к самообразованию, в том числе, в отличие от супруга, русским языком она владела достаточно неплохо, возможно, даже и без акцента, в то время, как ее муж от акцента так и не избавился, хотя с его-то как раз произношением работали куда как тщательнее, вот, устроить не могло. Более того, после того, как Петр Третий был коронован и возможности у него несколько возросли, практически перестали быть тайны его отношения с фавориткой Елизаветой Воронцовой и поползли активные слухи о том, что скоро, возможно, он даже пытается развестись со своей законной супругой и жениться на фаворитке. Понятно, что эта ситуация была крайне сложной и травматичной. В чем, собственно говоря, подвох? Ну, для начала института развода как такового тогда нормально не существовало. Брак предполагал, что заключается на всю жизнь и только смерть одного из супругов может его прервать. Понятно, что император, особенно в России, имеющий практически абсолютную власть и даже церковь ему полностью подчинена в лице синода, от патриарха благополучно избавился еще Петр Первый, сделает практически все, что император скажет. Но остается вопрос о том, какова может быть судьба разведенной экс-супруги. По большому счету в условиях во многом еще традиционного общества, даже на уровне дворянского сословия, с большой долей вероятности можно было предположить, что Екатерину Алексеевну ждет монастырь. Для кого-то, конечно, пребывание в тихой обители, в молитвах и труде, там, вышивание каких-нибудь покровов или выращивание корешков представляло бы возможность благополучно отдохнуть от суеты этого мира, но только не для относительно молодой, крайне энергичной Екатерины, для которой подобная судьба была равносильна тому, что ее положат в гроб и закопают в землю заживо. Поэтому, собственно говоря, появляется идея, что либо умру, либо буду царствовать, которая оформилась у нее еще до того, как ее муж стал императором. Соответственно, женитьба на Воронцовой, в общем-то, неоднозначно воспринималась, возможная женитьба подчеркнуть, и в придворных кругах. Для начала Воронцовы достаточно знатный род, достаточно многочисленный, и в случае, если одна из их представителей станет официальной женой императора, это серьезно усилит позиции этого семейства при дворе и вообще в стране, что встречало, скажем так, настороженную реакцию со стороны остальных аристократических родов, в первую очередь. Во-вторых, собственно говоря, сама личность Петра III, его преклонение перед Пруссией, определенное пренебрежение всем русским, а национальная горность к тому времени в придворных кругах у нас была в определенном смысле в моде, особенно по итогам Семилетней войны, его очень неоднозначная внутренняя политика и еще более неоднозначная внешняя политика, когда в разгар Семилетней войны мы поменяли своего союзника с точностью да наоборот. И если при Елизавете Петровне мы выступали совместно с Австрией против прусского короля Фрейдриха II, то теперь Фрейдрих II стал нашим главным союзником, а вчерашние товарищи по оружию превратились во врагов. Вот этот поворот не был встречен с пониманием большей частью российского общества, как гражданскими, так и военными кругами. Это, конечно, породило значительное количество недовольных, что вкупе с другими обстоятельствами создало достаточно благоприятную почву для создания многочисленной оппозиции, естественным центром сплочения которой становится несчастная юная императрица, которая светит заточение в монастырь. Но если вы думаете, что иностранные государства в те времена держались в стороне от внутриполитических дрязг в нашей стране, вы заблуждаетесь. Сейчас стало модным говорить о том, что за выборами в США, Великобритании, ну там Стивен Фрай, помните, даже на этом пошутил, на вручении какой-то награды в сфере юмора, посмотрим, кого нам выбрали русские. Вот считать, что русский след имеется практически везде и всюду, ну вот если мы копнем историю 18 века, в том числе нашу российскую историю, там обнаружится довольно длинный и не очень, как бы сказать-то поделикатнее, ну скажем так, аккуратный след британской в первую очередь политики. Если Франция без особого энтузиазма отнеслась к слабо завуалированной просьбе молодой императрицы о финансовой поддержке вооруженного переворота против супруга, то вот Великобритания выделила на эти средства около 100 тысяч рублей, сумму довольно серьезную. Мы с вами чуть позже поговорим о деньгах в России, соответственно, ну, по всей видимости не только деньгами англичане поспособствовали тому, что переворот произошел успешно. А переворот, надо сказать, произошел успешно и достаточно неожиданно. Вот. Дело в том, что с переворотом заговорщики, конечно, немножко поторопились. Они планировали чуть более длительный процесс подготовки, но там и отбытие императора к берегам Дании для участия в дальнейших этапах военных действий несколько их подхлестнуло. И, что самое главное, арест одного из заговорщиков. Арест, судя по всему, никак не был связан с раскрытием заговора, но на воре и шапка горит, как гласит народная пословица. Так что заговорщики решили, что если арест одного из них и не связан непосредственно с заговором, он вполне может в застенках рассказать и то, о чем его не спрашивают. И, соответственно, надо ковать железо, пока оно горячо. Вот Екатерина начинает действовать и пока ее супруг благополучно готовится к отправке себя любимого Петербурга из одного из пригородов для того, чтобы поздравить с именинами супругу, та приводит через верных ей офицеров гвардейские полки к присяге. Обращаю ваше внимание на один маленький нюанс. Присяга приносится императрице и самодержице Всероссийской. А теперь на минуточку подумаем. Законным правителем у нас является Петр Третий. У него и Екатерина Алексеевна есть также законно рожденный сын Павел Петрович. Если даже император Всероссийский Петр Третий в силу каких-то обстоятельств является недееспособным и не может выступать в качестве императора, ему назначается регент или в худшем случае он может быть отстранен от управления и власть должна быть передана соответственно его сыну, а уже от его имени и до наступления совершеннолетия Павла Петровича править при нем могла бы его матушка. Однако она провозглашается не регентом, не правителем, а императрицей и самодержцей. То есть это двойная узурпация власти. Она вырывает власть и из рук мужа, и из рук своего сына. Никакими правовыми нормами того времени этот ход не оправдывается. Собственно говоря, существовало два законных способа занятия престола. Либо в соответствии с указом о престолонаследии Петра Петра I, в котором ныне здравствующий император назначает своего преемника, и, например, переворот Елизаветы Петровны, осуществленный все время против Анны Леопольдовны и Иоанна Антоновича, он, конечно, переворот, но в тестаменте еще Екатерины I, первого человека, который воспользовался указом о престолонаследии, составил роспись своих преемников, Елизавета Петровна так и присутствовала. Поэтому в определенном смысле она совершила полулегальный государственный переворот. Права на престол и с точки зрения рождения, пускай она была и незаконно рожденной, и с точки зрения тестамента, в общем-то, у нее определенные были. В случае с Екатериной, как вы понимаете, не было ни того, ни другого. С точки зрения рождения, она, простите, немецкая принцесса, ее муж жив-здоров, ее сын тоже жив-здоров, соответственно, по закону ее преемником никто не назначал, а по старине, по традиции преемником должен быть тогда уж Павел. Это очень важный момент для понимания основного вектора внутриполитической логики Екатерины при осуществлении в первую очередь социально-политических преобразований. Был ли у Петра Третьего, в общем-то, шанс сопротивляться? В общем-то, да, были определенные верные войска, можно было с его Голшинской гвардией попытаться сопротивляться, благо все-таки у них даже артиллерия кое-какая была. Можно было попробовать двинуться в Кронштадт, до которого можно было наплыть на шлюпках, если бы он поторопился, он успел бы туда раньше, чем верные морские офицеры Екатерины II, которые привели Кронштадт к присяге. Наконец, был шанс двинуться в Восточную Пруссию и там поднять верные уже Павлу точно полевые войска, далекие от Екатерины и, соответственно, попытаться вернуть престол. Однако, он предпочел воздержаться от потенциального кровопролития гражданской войны, отрекся от престола и, собственно, понадеялся, как выясняется, напрасно, на милость своей супруги. После подписания отречения от престола прожил он достаточно недолго и 6 июля 62-го года при невполне выясненных обстоятельствах погиб вот во дворце в Ропш, который здесь изображен на фотографии. До сегодняшнего дня, в общем-то, он, к сожалению, после войны, так и великоотечественно имеется в виду 41-45-го годов, толком не восстановлен. Там даже с консервацией проблемы. Соответственно, начинается 30-летняя с небольшим правлением Екатерины II, ознаменовавшаяся укреплением позиций России и на международной арене, и развитием экономики страны. И самое главное, известно оно как золотой век дворянства, поскольку именно при Екатерине права и привилегии российского дворянства достигли своей кульминации. Как я уже несколько раз, по-моему, успел сказать, Екатерина II являлась узурпатором в прямом смысле этого слова, что означает одно единственное но, но очень важное. Любой верно подданный Российской империи, а для дворян это практически священный долг, должен был приложить все усилия для свержения Екатерины и возвращения престола в руки законного наследника, то бишь Павла Петровича. И Екатерина II это прекрасно понимает. Ежели она будет проводить политику, которая не устроит придворные круги, переворот против нее даже нельзя будет назвать в полной мере переворотом. Это скорее восстановление законного порядка правления. Отсюда следует, что единственное возможное направление воевнутренней политики основным доминантным вектором будет всяческое ублажение дворян. Обеспечением таких условий жизни при Екатерине, чтобы о смене правителя они бы не мечтали даже в состоянии высочайшей эйфории. По большому счету она должна была дать им все, о чем они могли бы просто мечтать. И одним из таких вопросов является вопрос о границах поместных владений. К этому времени непоместия и отчины уже давно превратились практически в одно и то же, так что здесь уже все устоялось. Но за период дворцовых переворотов, а правление Екатерины считается, начало правления Екатерины условно считается концом эпохи дворцовых переворотов, дворяне, кто мог, а кому позволяла совесть, ну а как вы понимаете, совесть там позволяла очень многое очень многим за пределы своих владений постарались выйти где только могли. В первую очередь за счет, конечно, государственных земель передвигаемые живые камни иногда достаточно серьезно. То есть существующие списки, описывающие границы владений того или иного помещика, мягко говоря, действительность не соответствовала. Не так давно в России была похожая ситуация с дачными участками, которые выдавались и деревенскими участками, часть из них раздавалась совхозами и колхозами зачастую вообще без нормального оформления и уж тем более без обмера территорий полноценного. Часть выдавалась в разгар перестройки фабриками и заводами ну и так далее. Еще некоторая часть различными учреждениями или там приобреталась и дарилась в начале становления Российской Федерации, в общем, правовая система крайне запутанная. Соответственно, возникла необходимость как-то это все учесть и кодифицировать и было принято решение о дачной амнистии, то есть фиксировать существующие границы земельных владений и уже от них отталкиваться в дальнейшем, вместо того, чтобы пытаться разобраться, кто и на каком основании занял тот или иной участок земли, если, конечно, это не нарушает каких-то глобальных законов, ну, например, границы водоотведения вдоль рек и озер или, скажем, нет конфликта с соседом. Вот, похожей логикой руководствовалась Екатерина II, сдав высочайший манифест о генеральном размежевании земель во всей империи. Согласно ему, землемеры просто обмеряли существующие границы поместных владений и заносили их в соответствующие реестры. Это такая поместная амнистия, если хотите, не задаваясь вопросом, когда и кто эти границы установил. Безусловно, это был шаг навстречу дворянству, которое благодарно его восприняло. Кроме того, помещикам было предоставлено право ссылать крепостных крестьян на каторжные работы. Надо сказать, что хотя положение крепостных крестьян было весьма незавидным, по большому счету они мало чем отличались от рабов, все же таки существовали определенные правовые нормы, еще согласно уложению 1649 года, защищавшие не только жизнь крестьянина, за умышленное убийство в принципе помещика могли и самого казнить, но и даже честь крестьянина. Понятно, что для подачи жалобы было, конечно, крайне затруднительно добиться справедливости, но с формальной точки зрения механизмы существовали. Поэтому, когда в 1765 году помещикам своей воли предоставили право ссылать крепостных крестьян на каторжные работы, это на самом деле тоже был большой шаг навстречу дворянам, потому что, если не сама ссылка на каторжные работы, как мера устрашения, то угроза применения таковой становилась весьма действенным способом для того, чтобы усилить давление на крестьян. Надо сказать, что при Екатерине Второй крепостное право у нас разрослось и вглубь, вот о чем мы сейчас с вами говорим, то есть расширение прав помещиков в отношении крестьян. Крестьянам, кстати, было запрещено и жаловаться на помещика в обход официальных процедур. А, например, если вспомнить опыт Дарьи Николаевны Салтыковой, известный иначе как Салтычиха, которая по результатам расследования, проведенным уже при Екатерине, убила порядка семидесяти своих крестьян, это только то, что удалось более-менее доказать, вот, никакие попытки по официальным каналам добиться справедливости не возымели успеха. И только передача человитной непосредственно молодой еще тогда императрицы Екатерине II позволила привлечь монаршее внимание к этой проблеме и прекратить убийство крестьян. Вот. Но, таким образом, права помещиков расширяются вглубь, и крепостные крестьяне все больше приближаются в своем положении к положению банальных рабов. Вот. Наконец, начав с отмены манифеста о вольности дворянской своего супруга, Екатерина II вернулась к этому документу спустя два десятилетия и в 1785 году издает грамоту на права вольности и преимущества благородного российского дворянства. Иначе этот документ известен как жалованная грамота дворянству. И основное содержание этого документа заключается в следующем. До этого времени в соответствии с указами Петра I дворяне по достижению совершеннолетия обязаны были поступать на военную або гражданскую службу. То есть избрать для себя служение государству там, где он может быть полезен. Ну, в принципе, был еще третий пункт придворная служба, но она была доступна далеко не всем и ограничена численно. Вот. Понятно, что значительная часть дворян, особенно имевших большие поместья, не рвалась на службу. Зарплата чиновника или офицера не покрывала значительной мере расходы, времени требовала, приходилось отвлекаться от поместья, ну и вообще работать. Или хотя бы делать вид, что работать. Тоже утомительно. Вот. Соответственно, теперь обязательная служба отменяется. И дворянин вполне официально по достижении совершеннолетия безо всяких охищрений может оставаться в своем любимом поместье, гонять крестьян и, собственно говоря, ровным счетом ничего не делать, ничего не опасаясь. Нельзя сказать, что это было некое открытие. Собственно, процесс движения в этом направлении начался сразу после смерти Петра Первого, но только при Екатерине Второй на несоблюдении указов Петра не только стали закрывать глаза, но и попросту говоря, официально разрешили дворянам заниматься чем им заблагорассудиться. Правда, одними дворянами интересы Екатерины не ограничивались. Опять-таки, вторев, правда, на этот раз уже Петру Первому, она издает грамоту на права и выгоды городам Российской империи. Иначе жалованную грамоту города. Дело в том, что в России городское сословие было довольно слабо развито и попытки вовлечь его в какую-то даже околополитическую в каком-то смысле деятельность предпринимал еще Петр Первый. Но, правда, эта околополитическая деятельность предполагала скорее вопросы городского самоуправления суда и благоустройства. То есть речь не шла о сословно-представительном органе, не дай-то Бог, приманарше особе. Но не Петровские попытки не увенчались успехом создать полноценное городское сословие, которое бы по своей сплоченности и активности могло, скажем, в какой-то мере вторить дворянам. Но и Екатерина на самом деле, несмотря на явно поставленную задачу, этого не получилось. да, она официально фиксирует сословия купечества и мещанства, они получают права самоуправления, периодически созывается собрание городского общества, действует Дума, есть свой судебный орган, но большого энтузиазма опять-таки у городского населения это не вызывало. Во-первых, этим надо было заниматься, скажем так, люди, которых эта грамота непосредственно касалась, их было в городах достаточно немного. Значительную часть городского населения, как правило, сильно больше половины, составляли, во-первых, крестьяне, либо приехавшие сюда с помещиками, либо отпущенные на заработки, вот, либо разного рода работные люди, которые пусть и не были крепостными, но были наемными рабочими, а это категория, наемными, скажем так, служащими, а эта категория населения была крайне непривилегированна. То есть мещанство это, собственно, люди либо самозанятые, либо находящиеся на государственной службе, либо владельцы городской недвижимости, но никак не, скажем, ящики, официанты и тому подобные представители рабочего класса. выборка, в общем-то, людей для осуществления этого самого самоуправления тоже была не очень большим. Да и традиций таких у нас не было. На пути становления современного города при Екатерине были учреждены городские полицейские управы, иначе известные как управы благочиния, это что-то вроде отдаленного предшественника участковых полицейских, которые должны были следить за порядком на определенной территории внутри города. Но надо сказать, что хотя при Екатерине второй помещи привилегии, дворянские привилегии достигли своего апогея, положение крестьян видимо достигла своего дна, тем не менее Екатерина озаботилась и проблемой судьбы крестьян. Когда речь пойдет о проектах отмены крепостного права уже при Николае первом, а тем более при Александре втором, мы будем понимать, что во многом эта проблема была уже проблемой государственной и связана была с проблемами комплектования армии, флота, налогообложения, развития промышленности наконец, но при Екатерине промышленный переворот еще только-только набирал обороты и только в Англии по большому счету, поэтому строго говоря особой экономической потребности в большом количестве свободных рабочих рук, которых можно было бы вбросить в развивающуюся промышленность Россия тогда не испытывала. Армия, одержавшая ряд блистательных побед в семилетней войне, да и вообще строго говоря не знавшая сколько-нибудь значительных поражений, со времен прудского похода тоже в общем-то не нуждалась на первый взгляд в каких-то преобразованиях серьезных. Поэтому попытки Екатерины второй улучшить положение крестьян, поднять вопрос о освобождении крестьян от крепостной зависимости, наделении экономическими правами следует рассматривать в контексте идей просвещенного абсолютизма, идей французского и английского просвещения, то есть скорее к вопросам идеологического характера, нежели прикладного. Для того, чтобы побудить дворянское сословие само задуматься об этой проблеме и в идеале обратиться к ней с просьбой решить эту проблему, был организован конкурс вольного экономического общества, который предлагал написать сочинение на тему должны ли крестьяне владеть землей на правах собственности, а земля, на которой находились крепостные крестьяне принадлежала помещику и он давал возможность крестьянам на ней работать в обмен на оброк либо на возделывание помещичей запашки. Или же только движимым умением владеть и в каких объемах этих права должны быть как далеко простираться. Вот такой вот интересный подход. Первое место заработал проект из Франции Виарде Делабе, который предлагал вполне европейский вариант освобождения крестьян из крепостной зависимости с небольшими земельными наделами в пару десятин, которые вынудили бы обратиться к своим вчерашним помещикам и арендовать у них пахотную землю для обеспечения собственных интересов. И потребностей. Надо сказать, что в случае реализации не обязательно для крестьян все кончилось бы хорошо. Скажем, в Англии похожая система была и надо сказать, что положение английского крестьянства конечно нельзя назвать эталонным. Но проект так и остался проектом, поскольку Екатерина не решилась предпринять какие-то шаги в этом направлении, опасаясь разгневать дворянства. Зато она ликвидирует наконец гетманство на Украине по большей части унифицируя управление Малороссией с управлением остальными частями Российской империи. Вместо Гетмана Малороссия теперь управляет Малороссийская коллегия. Вот. А два десятилетия спустя крестьяне на Украине были закрепощены и вместе с землями раздавались приближенным Екатерины и тем, кому она посчитает нужным. То есть крепостное право у нас при ней расширяется и вширь на новые территории, где раньше крепостного права не было. В реформах нуждалось административно-территориальное устройство. Россия поскольку введенные в свое время Петром Первым девять губерний оказались мягко говоря слишком крупными единицами для того, чтобы им можно было эффективно управлять. Разве что уезды, которых было порядка пятидесяти, представлялись более удобным объектом. Вот. Опираясь отчасти на эти уезды, Екатерина Вторая как раз и вводит систему губерний, которые по своим границам почти совпадают с Петровскими уездами. Их вводится пятьдесят и если вы заметите, то западная часть России в данном случае выглядит куда более насыщенной, чем восточная. Это объясняется во многом тем, что при определении границ губерний во многом хотя и не только смотрели на численность населения расположенной на территории данной губернии. Вот. Понятно, что плотность населения чем ближе к востоку, тем она становится меньше, поэтому губернии были неравнозначного, неравноценного размера линейно, хотя по количеству проживающих примерно одинаковые. Вот. Серьезно выросли полномочия губернаторов. Теперь губернатор мог утвердить и смертный приговор, хотя после того, как Елизавета Петровна практически запретила смертную казнь, но надо было очень постараться для того, чтобы был вынесен приговор о применении высшей меры наказания. А вот. Что еще крайне важно? Крайне важно то, что Екатерина Вторая прекрасно понимала незаконность своего пребывания на престоле. А соответственно любое учреждение, способное попытаться оспорить ее права на престол, представляло для нее исключительную опасность. Одним из таких претендентов мог стать Сенат, не случайно носивший название правительствующего и за скажем так период своего существования, в общем-то неоднократно иногда выполнявший и функции эдакого коллективного правителя. Собственно он и создавался как структура, которая должна была в некоторых ситуациях заменить самого императора. Поэтому Екатерина делит его на 6 почти независимых департаментов и какие-то политические функции остаются только в одном из департаментов, который занимается публикацией заводов. публикации законов, прошу прощения. Кроме того, Сенат остается высшей судебной инстанцией, но не всякий человек мог попасть в Сенат на высший суд. Для этого сумма судебного иска должна была быть достаточно большой, 500 рублей или более. Правовая ситуация в России также выглядит крайне печально. В России в общем-то законы издают столько императором, но проблема в том, что император при издании законов далеко не всегда соотносится с опытом своих предшественников и проверяет были ли на эту тему законы его предшественников и как они звучали. При этом строго говоря вновь изданный закон, если он напрямую не отменяет положений предыдущего закона, фактически начинает действовать параллельно. Кроме законов есть еще разного рода указы, рескрипты императорские и так далее. То есть комплекс документов, который в общем-то имеет тот же правовой вес, что и закон. А вот теперь самая главная проблема. Последний завод законов в России был принят еще в Московской Руси в 1649 году. Как вы понимаете, с тех пор много чего изменилось, Россия стала империей, мы вышли к морям, развелось крепостное право, то есть операция на норму судебника 1649 года, мягко говоря, была проблематичной. Понятно, что правители до Екатерины регулярно издавали законы, постановления, распоряжения, рескрипты и так далее и тому подобное. И это даже публиковалось. Но не было ничего похожего на кодекс. Они не были сведены в какие-то систематизированные каталоги в той или иной форме. Так что если вам вдруг в качестве судей пришло бы в голову изучить, какие есть законы о воровстве, вам пришлось бы перерыть не только то, что об этом написано в соборном уложении 1649 года, ну и собственно все изданные с петровских по крайней мере времен газеты, в которых публикуются новые законы. Механических перебрав понятно, что это довольно сложно, поэтому Екатерина задумывается о создании нового соборного уложения, для чего проектируется уложенная комиссия А Екатерина Вторая пишет для нее наказ, то бишь приветственное обращение с целью указания. Наказ оказался весьма в себе впечатляющим, 22 главы, вместившие 655 статей, почти полтора года Екатерина над этим работала, и наконец в 1766 году уложенная комиссия создается. В каком-то смысле уложенную комиссию можно было попробовать рассматривать даже как слабый намек на сословно представительный орган, поскольку здесь было представлено дворянство, мещанство, священство, ну а так и некоторые другие. Самая многочисленная прослойка российского общества крестьяне, в том числе крепостные здесь собственно говоря представлена не была. Однако с формальной точки зрения это был бы неплохой шаг вперед. Но соборная соборная жизнь так и не была издана, а уложенная комиссия после нескольких созывов плавно прекратила свое существование. Тем не менее во время первого заседания депутаты активно благодарили императрицу и преподнесли ей титул «Великая премудрая мать отечества», из которого Екатерина предпочла себе оставить только мать отечества. Может быть и скромности, а может быть исходя из существующих норм этикет. Экономика России начинает отставать от европейских, что довольно очевидно для Екатерины Второй. Поэтому в 1765 году создается вольноэкономическое общество, основная задача которого было просвещение российского общества. Помимо конкурсов, например, принятых крепостным крестьянам, они еще организовывали печатную деятельность и периодические издания издавали, и разного рода книги и брошюры, которые освещали вопросы деятельности в экономической сфере. Это могли быть статьи по агрономии, по бухгалтерскому учету и так далее. То есть все, что необходимо молодому человеку для того, чтобы вести свое хозяйство, свое дело, каким бы оно ни было, максимально эффективно в соответствии с последними достижениями науки. Ну, а может быть и не очень молодому. Наконец, еще одна большая проблема это деньги. Денег государстве всегда не хватает, а учитывая, что при Екатерине мы вели довольно большое количество войн, о чем поговорим на следующем занятии, соответственно, денег не хватало больше, чем обычно. Печатать чеканить бесконечные деньги было невозможно, потому что для их печати требовалось сырье, которое надо было добывать. Серебро, золото, ну или хотя бы медь. Это первая проблема. Второй момент. Значит, посмотрите внимательно на то, что когда Ломоносова наградили за воду новошествия Елизаветы на престол, ему выдали гонорар весьма внушительный в 2000 рублей. Что такое гонорар в 2000 рублей? Если мне память не изменяет, Ломоносову потребовалось 9 подвод, то есть 9 телег для того, чтобы перевести эту награду. Но если вы возьмете банальную газель, ее грузоподъемность примерно полторы тысячи килограмм, то есть полторы тонны. То есть это две газели, два небольших грузовика. Но причина тому в том, что выдали ему гонорар медной монетой. Золотая и серебряная была в обращении только у дворян. Причем в основном серебряная прошу прощения, золото скорее исключение. Но даже если бы Ломоносову выдали всю награду золотой монетой, это потянул бы килограмм на 12. В руках вынести можно, а вот в карман положить вряд ли. Соответственно по мере развития экономической деятельности в России требуется и обращение с большими суммами денег. И когда вам для перевозки большой суммы денег требуется несколько телег, это становится проблемой. Поэтому для того, чтобы получить более, скажем так, гибкую экономику, а заодно избавиться от необходимости искать сырье для чеканки золотой и серебряной монеты, Екатерина вводит ассигнации. Изначально один серебряный рубль, то есть одна ассигнация стоила 99 серебряных копеек. Но в дальнейшем курс стал расходиться, так что в России было две параллельно существовавших валюты. Рубль серебром и рубль ассигнационный. Тем не менее, перед вами 25-рублевая ассигнация. То есть такие банкноты, даже если у вас их порядка тысячи рублей, в общем-то легко умещают, относительно легко умещаются в кармане. Это серьезно упростило крупные сделки и возможность осуществления платежей внутри страны. Что касается ситуаций, связанных с социальными движениями, понятно, что крестьянские бунты случались постоянно, это было практически неизвежно злой вечный бич российского общества. Предверием Пугачевскому бунту стал чумной бунт в Москве 1771 года. Чума это очень страшное заболевание, способное унести где-то от 10 до 30 процентов жителей, иногда больше. Соответственно, учитывая уровень развития в те времена медицины, как предпочитал лечиться народ? Народными методами, в первую очередь обращением к высшим силам, то есть молитвой к Богу, а молитва тем вернее дойдет, чем с помощью более значимого артефакта вы ее будете передавать. С помощью ли обращения к мощам святых, к чудодейственной ли иконе и так далее. И в Москве была одна такая икона, которая, считается, помогала при болезнях. Это икона Богородицы у Варварских ворот. И, соответственно, в один прекрасный день отчаявшиеся москвичи, умиравшие от страшной болезни, устремились к этим самым воротам. Архиепископ московский Авросий опасаясь, что столпотворение станет дополнительным стимулом для распространения эпидемии, приказал икону убрать. Однако, как вы понимаете, это был тот случай, когда ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Толпа взбунтовалась и в дополнение к чуме добавились еще и народные волнения. Справиться с проблемой удалось только Григорию Орлову, который с помощью войсковых команд сумел установить карантин не только на въездах и выездах в Москву из Москвы, но еще и на внутри самой Москвы, благодаря чему удалось очень хорошо сдержать распространение эпидемии обойтись относительно малой кровью. А вот опять-таки интересный момент. Когда при Екатерине Второй вспышали крестьянские восстания, нередко во главе таких восстаний стоял человек, который выдавал себя за чудом спасшегося Петра Третьего. Почему? Тому есть несколько объяснений. Во-первых, Петр Третий правил крайне мало, ничего плохого сделать толком не успел, а манифест о вольности дворянской, который он издал, не был широко известен, а потом еще Екатерине отменил. Так что Петр Третий вошел в народное сознание как добрый царь. Во-вторых, жена свергла, потом его еще и прибили. В общем, такой мученик и любой русский мужик, которого после посещения Кабака жена встречала с ухватом или скалкой, безусловно, сочувствовал Петру и негодовал на его супругу. Были даже довольно курьезные случаи, когда, например, армянин Асланбеков выдавал себя за Петра Третьего. И тут на горизонте появился Емельян Пугачев. Донской казак, родом из столицы Зимовейская, где столетием раньше родился Стейкаразин. Соответственно, обладал незаурядными талантами. еще до восстания начал выдавать себя за Петра Третьего, был арестован, но из-под ареста сбежал. Вот здесь, собственно говоря, мы с вами видим примерный ареал развития восстания. Обращаю ваше внимание на то, что это регион казачьих земель, в первую очередь вот здесь. И это очень важно. Хотя мы часто говорим о крестьянской войне Емельяна Пугачева, как здесь на советской карте, например, обозначено. Все-таки главной движущей силой восстания были не крестьяне. Главной движущей силой восстания были казаки. Соответственно, бежав из-под стражи, Пугачев у нас двигается к хутору Толкачевых, где находит первых сподвижников и начинает рассылать так называемые прелестные письма. Пугачев здесь проявил себя как очень талантливый политик, потому что призывая под свои знамена преемников, соратников и друзей, он рассчитывал не только на недовольство экономической жизнью, не только на идею борьбы за правое дело, вернуть престол законному императору, но и на то, что каждый пойдет за ним по своим личным соображениям. К представителям разных социальных групп и разных национальных слоев он обращался по-особому, суляем те подарки, те права и привилегии, которые для них будут наиболее актуальны, ну в частности землю, деньги и порох. Одной из первых крупных мишеней восставших был Яицкий городок, однако ему удалось отстоять свою независимость, поскольку у восставших отсутствовала артиллерия. Но двинувшись дальше по реке Яек, Пугачеву удается взять несколько других крепостей и городков, гарнизоны которых оказались не столь сплоченными и в большинстве своем просто принимали сторону Пугачева. Соответственно, вот с Яицким городком не получилось, вот далее идем на Оренбург, крупный город, к которому пугачевцы подошли с армии порядка в две с половиной тысячи человек. Завладеть городом ни сходу, ни в результате осады не получалось, вот поэтому Пугачеву пришлось обосноваться в Бердской Слободе под городом и там взяться за создание армии, которую стал делить на полки, причем старался разнести людей из разных сословных и национальных групп по разным полкам для того, чтобы минимизировать возможные трения между ними. Пугачеву несколько раз сопутствовала удача, в частности ему удалось разгромить отряд Чернышева, двигавшийся на помощь Оренбургсам. Но другую бригаду остановить не удалось и осажденные получили пополнение. Пугачев пытается организовать свою армию получше, создает подобие государственного аппарата, даже есть несколько коллегий, интенданства, судебные органы, создавая видимость практически второй столицы в своей бердской слободе, что должно было добавить веса и авторитета Пугачеву и способствовать привлечению на его сторону еще более количества последователей. Кроме того, он пытается расширить свое восстание ширь, поэтому крестьянам рассылаются эмиссары, а часть специально обученных людей отправляется на Урал, где расчет идет на то, чтобы присоединить к движению национальные меньшинства, в частности Башкир, и рабочих уральских заводов, которые могут дать пушке. Екатерина назначает за голову Пугачева немалую награду 10 тысяч рублей, однако по первости серьезного успеха эта идея не имеет. После нескольких поражений под Оренбургом от регулярных войск Пугачеву приходится отступать. Он уходит на левый берег Волги строго говоря, там у него появляется артиллерия. Но проблема в том, что на этом этапе, во-первых, его ответ очень невелик, хотя ядром являются казаки, повторюсь, большая часть его войска это крестьяне, а крестьяне как прилив. Как только он входит в области густонаселенной крестьянами, они тут же к нему слетаются, но стоит ему выйти за пределы 20-30-километровой зоны от домов крестьян, как они тут же покидают его войско и возвращаются к своей хате, к своему хозяйству, к своим лошадям, курам и так далее. Вот, на Урале изначально у Пугачева всего около 500 казаков. Потихонечку ему удается расширить за счет рабочих, местных крестьян и там представителей местных народов свою армию примерно до 10 тысяч человек. Это колоссальная сила, но она разрозненная, плохо обучена, плохо вооружена. Вот, раз за разом он терпит поражение от правительственных войск. Вот, тем не менее ему удается взять один из крупнейших городов это Казань, но удача временная. Отправленный на его перехват Михельсон наносит восставшим несколько серьезных поражений. Пугачев опять сильно поредевший армией уходит на правый берег Волги, вот, где, собственно говоря, опять-таки перебираясь от местности к местности поднимает за собой крестьян, но как только уходит от их домов и хозяйств, крестьяне тут же тают. Вот, возвращаясь домой. Вот, большинство городов опять-таки сдается Пугачеву без боя, но следом за Пугачевым идет Михельсон, так что у Пугачева нет возможности передохнуть и каким-то образом подготовиться к отпору. Вот, взять Царицын, которому Пугачев подошел в конце лет 74-го года, ему не удается и, потерпев поражение в битве у Черного Яра, он с небольшим количеством сторонников уходит в заволжские казачьи степи, вот, где против него составляется заговор домовитых казаков, которые боятся, что действия Пугачева осложнят положение казачества вообще. Соответственно, Пугачева хватают в первую очередь свои же и доставляют в Яицкий городок, который он когда-то не смог взять. Здесь его сажают в железную клетку и доставляют в Москву. 31 декабря 74 года, напомню, в те времена главным праздником было Рождество, так что 31 декабря просто день как день начинается суд над Пугачевым. Его приговорили к четвертованию, то есть отсечения сперва рук, потом ног, потом головы. Ну, Екатерина вторая, будучи человеком просвещенным все-таки предпочла более, если можно так сказать, гуманную казнь через отсечение головы. Тело Пугачева было расчленено только после его смерти и сожжено, как и планировалось в разных частях Москвы. После его смерти движение на Дону постепенно пошло на убыль. Надо сказать, что здесь еще важно было бы отметить в случае с Пугачевским движением. Во-первых, то, что оно очень сильно напугало Екатерину вторую. В Петербурге стоял готовый к отплытию фрегат, на который она планировала сбежать, если движение Пугачева увеличается успехом. А успехом оно могло увенчаться только потому, что Пугачев выдавал себя за Петра третьего. И, что самое интересное, у него была определенная программа и в принципе к стремлению к захвату власти. То есть, в каком-то смысле это не просто социально-экономическое движение, но и с намеками уже на социально-политическое выступление, которое в реальности, наверное, все-таки не могло рассчитывать на успех, но неслабо напугало современников, включая императрицу в далеком, казалось бы, отдану Петербурге. Вот. Ну, на этом, как я понимаю, наше время вышло. В самом сжатом виде внутреннюю политику Екатерина Второй это, наверное, ключевые аспекты мы с вами охватили. Вот. Если есть какие-то вопросы, то пишите в чат, я постараюсь побыстрее ответить. Ну, а в следующую субботу мы поговорим о внешней политике. Екатерина Второй, ну и не только. в следующую субботу, в следующую субботу,